Откройте свои уста и просите милости Бога для себя. Вы нуждаетесь в том, чтобы милость Божья говорила к вам. Его милости достаточно. Его благоволение, милости, милости и милости. Молитесь. Зрители, находящиеся дома, просите милости Божьей и Его благоволения. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Если вы обратите внимание на своих домочадцев, то заметите, что они стремятся занять определенные должности, но у них это не получается. Это показывает, что есть ограничения в семье. Они старались чего-то добиться, но это было очень сложно. Никак. Потому что есть ограничения в семье, которые должны быть разрушены. Что касается меня, то я порой поражаюсь тому, какую благодать Бог дал мне разрушить это ограничение. Вам надо разрушить ваше. Я разрушил это ограничение, цикл ограничений. Мы говорим не только о каком-то положении. Мы говорим о должности и о мире, покое. Должность должна быть с покоем, с комфортом. Должность без мира – это не должность. Вам нужен мир и покой. Откройте свои уста и начните разрушать этот жизненный цикл. Это ограничение в семье. Разрушайте его. И я присоединяюсь к вам по вере для разрушения этого ограничения. В могущественное имя Иисуса. Цикл ограничений будет разрушен. Прямо сейчас начните освобождать себя, свою семью от этой болезни, от немощи, от ограничения. Начните освобождать свою семью. Я освобождаю мою семью. Я освобождаю себя. Я освобождаю. Я освобождаю. В могущественное имя Иисуса. Многие из нас не знают, как молиться. Когда вы просите у Бога хлеб, вы говорите, «Дай мне хлеб, дай мне хлеб». И тут же скажите, «Спасибо, что дал мне хлеб». Вот как надо молиться. Это должно идти вместе. Просьба, благодарение. Но вы не говорите спасибо, потому что прежде хотите получить, а потом сказать спасибо. Это окрадет ваше благословение. Говорите, «Исцели меня, Господь. Спасибо, что исцелил меня. Освободи меня, Господь. Спасибо за освобождение». Вот как надо молиться. Благодарение должно сопровождать ваше прошение. Пари по су, то есть наравне, синонимично. Он — целитель. Он может исцелить тебя, даже если ты не чувствуешь исцеления. Он является тем, кем является. Он — целитель, даже если он не исцелил тебя. Он — освободитель, даже если он не освободил тебя. Ты должен воздать ему благодарение за тех, кто был освобожден, и за то, что он освобождал тебя прежде. Благодари его. Даже если ты не освобожден сейчас, воздай Богу благодарение за освобождение других. Вам надо освободить себя и своих родных и близких от этого ига. Сейчас мы здесь для того, чтобы осуществить это, и для того, чтобы освободить семью из клетки. Сейчас откройте свои уста и начните освобождать себя и свою семью из клетки. Молитесь. В могущественное имя Иисуса. Сейчас откройте свои уста и начните благодарить Иисуса за освобождение вашей семьи. за ваше освобождение и за освобождение вашего окружения. В могущественное имя Иисуса. Сейчас снова начните освобождать свое окружение и себя от этого цикла ограничений. В могущественное имя Иисуса. Цикл ограничений. Определенное положение. Вы заслуживаете совершенного. Где это совершенное в вашем здоровье? Где этот лучший мир? Где этот лучший комфорт? Где это совершенное положение? Есть ограничения, которые должны быть разрушены посредством Божьего вмешательства через вас. Прямо сейчас откройте свои уста и начните освобождать себя и свое окружение от этой болезни и немощи, цикла ограничений, и этого ограничения в прогрессе. Начните переписывать историю. В могущественное имя Иисуса Христа. воздайте славу Богу за ваше освобождение. Зрители, находящиеся дома, начните благодарить Бога за ваше освобождение. За данную вам благодать переписывать историю от болезни к хорошему здоровью, историю от лишений к благословению, историю от трудностей к прорыву. Начните переписывать это. Переписывайте эту историю. Историю от ига, цикл ограничений к освобождению вашей семьи и вас. Начинайте переписывать историю. В могущественное имя Иисуса. Воздайте славу Богу. Благодарите Его. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пусть народ Божий скажет Аминь. Аминь. Пока-пока.